Дмитрий Аграновский Дмитрий Аграновский Ирина Анатольевна Филатова Член Комитета Государственной Думы По защите конкуренции фракции КПРФ Ирина Анатольевна, добрый день Здравствуйте И Роберт Искандарович Нигматуллин Член Президиума РАН Академик РАН Научный руководитель Института океанологии имени Шершова Доктор физико-математических наук Профессор Роберт Искандарович Добрый день Добрый день И Роберт Искандарович Начнем с вашего позволения Текущее десятилетие Начиная с 2022 года Объявлено в России Десятилетием науки и технологий Соответствующий указ подписан президентом В начале декабря Об этом в стране напомнили Участники второго конгресса молодых ученых Он проходил В парке науки и искусства Сириус Там принимал участие лично Президент Путин А вот в Российской Академии Наук Почувствовали как-то, что вот наступило Вот это десятилетие науки и технологий И вообще стали наконец-то Наконец-то после вот этих 30 лет Ученые востребованы в России К сожалению, нет Категорическое нет И связано это с несколькими причинами Главное из них это 30-летнее недофинансирование В долях ВВП На образование, здравоохранение и науку То есть то, что развитие человека Мы в два раза меньше, чем руганная и переруганная Европа В два раза 30 лет Второе Это беда всего мира Но у нас она особенная Везде командуют чиновники Делают новые установки, правила Рейтинги Журналы, в общем, нам переделывают В общем, везде это чиновничество Диктатура чиновничества Раньше была диктатура пролетариата Ну, как-то, в общем, мы более-менее приспособились Потому что сами тоже считали себя пролетариатом А теперь чиновничество Это беда всего мира, кстати, везде Везде ректора университетов уже стали не профессора и ученые А вот так называемые Диктатурии Вот это тоже очень серьезная беда Единственный плюс Вот с начала военной операции Стали вдруг говорить Про технологический суверенитет Ведь про технологический суверенитет Мы уже 30 лет везде В Академии наук всегда говорим Ведущие ученые говорили Дмитрий Семенович Львов говорил А Балкин Что мы потеряли технологический суверенитет Стали говорить Но ни шагу не сделали Навстречу этому действию Ни шагу Потому что установление технологического суверенитета Помимо всего требует смены кадров Те люди, которые нам Нашу экономику и нашу социально-экономическую сферу довели Они сидят на своих местах Борис Сергеевич Ну вот 30 лет, про которые я упомянул Российскую науку финансировали фактически по остаточному принципу И материально-техническая база ее ветшала Это еще полдела Она фактически утратила полную связь с производством Помните, как раньше же это были сообщающиеся сосуды И колоссальная утечка мозгов Наверное, за это время уже, если не сотни тысяч Может быть и миллионы уехали Вот к какому результату мы сейчас пришли И с чего придется начинать Потому что, похоже, нам вот такая шоковая терапия Возвращает нас к реальности Ну вы знаете, по российской науке 30 лет организованно наносились тяжелые удары Причем весь драматизм ситуации, что наносила их сама власть И уже вот вы упомянули про утечку мозгов Но вот в сентябре текст указа о мобилизации Нанес мощнейший удар по науке Потому что тысячи перспективных молодых людей Убежали, уехали Можно их оценивать по-разному Но надо вспомнить Но это факт Ученым дали задания Они их выполняли Да и можно вспомнить Наполеона Который, как говорится, когда во время египетской кампании Попал в окружение Он сказал ослов и ученых на середину То есть их берегли всегда У нас к этому потенциалу кадровому Относится пренебрежительно И может быть даже не случайно Что касается недофинансирования Безусловно, это критическая ситуация Но надо также вспомнить Что мешает науке полуфеодальный характер Нашей системы управления Мы фактически зависим от того Какую бумажку поднесут президенту И если бы все его поручения выполнялись Мы бы уже давно развалились полностью Поэтому совокупность этих факторов Она создает вот эту критическую ситуацию в науке Несмотря на то, что потенциал у нас еще до сих пор сохранился А вот эта вот связь науки и производства Я просто сейчас, честно говоря, не вижу Где можно высокий научный потенциал Применить в нашем производстве Мы сейчас и не производим почти ничего Вы знаете, ведь надо вспомнить еще тогда один удар О том, что перевели науку Из, так скажем, подотчетной производственному сектору Министерству промышленности и науки Перевели в социальную сферу И оказалось, что ей занимается Вот сейчас Чернышенко Это специалист по туризму Понимаете, там нет В министерстве не способны дать задачи науке Сейчас, конечно, по необходимости Эта тема, значит, всплыла И ищут пути Но сама система организации науки Здесь тормозит Тормозит процесс Здесь нужно срочно менять Вот наверху вот эту структуру Ирина Анатольевна Ну, вы лично принимали участие Вот как раз в этом втором конгрессе молодых ученых Что там было? Какие ваши впечатления? И вообще, какие проблемы волнуют сегодня научную молодежь? Да, действительно Это было очень яркое мероприятие Это всего второй по счету конгресс Организует его Росконгресс и Минпромнауки Минобронауки, прошу прощения И я хочу сказать, что из всех форумов, которые я посещала за последний год Это, наверное, оказался самый-самый яркий И самый оптимистичный, наверное Потому что речь именно идет о нашей молодежи Там принимало участие более трех тысяч человек Из которых, я думаю, процентов 95 Можно смело сказать, что вот были представители ученого сообщества Были школьники, победители Олимпиад Победители различных научных соревнований В том числе международных И те, которые люди помоложе Наши дети, еще школьники Там присутствовали даже 10-12-летние детки Они еще не думают о деньгах Они ничего не знают про политику Это совершенно чистые люди Наше будущее, наша надежда И они погружены полностью В то, чем они занимаются И наша задача им предоставить эту возможность Те, которые постарше уже представители Ну, аспиранты, докторанты, представители институтов Там, конечно, ситуация намного сложнее И они очень сильно озабочены Прикладным характером своих исследований Потенциал колоссальный То есть наша наука, она не отстает Она совершенно точно не отстает И если кто-то пытается каким-то образом Ущемить, понизить рейтинг Авторитет наших ученых Это неправда Недаром эти люди уезжают Их принимают во всех странах мира Но мы просто обязаны прекратить этот процесс И мы не просто должны предоставить им возможности для работы Это, естественно, и лаборатории современные И нормальный уровень дохода И какое-то жилье Наука не должна думать о деньгах Наука не должна думать о деньгах Наука должна давать нам основу, базу Для нашей промышленности Мы должны заниматься анализом Мы должны заниматься прогнозированием И наука это очень большая часть нашей жизни Во всех сферах экономики Это та роль, которую Российская Академия Наук На сегодняшний момент утратила, к сожалению Сергей Иванович Ну вот, наверное, главный Один из главных вопросов Который молодые ученые ставили перед Путиным Это приборная база И вообще элементная база для лабораторий Ну, чего греха таить Большая часть этого оборудования, к сожалению Сейчас импортная, причем из, что называется, недружественных стран И если провести аналогию с вашей прямой специальностью И в здравоохранении, та же ситуация Большинство высокотехнологичного оборудования Сейчас импортное И тоже из недружественных стран И то, и другое Для нас вообще грозит обернуться катастрофой Мне уже, извините, знакомые стоматологи Говорят, если у тебя чего есть Давай иди скорее лечи Пока есть нормальные материалы, нормальное оборудование Дело в том, что, ну, во-первых, будем говорить так Что наши чиновники почему-то не понимают одной фразы Что если ты не будешь кормить свою науку То ты будешь кормить чужую Мы сейчас вот как в течение 30 лет фактически кормим чужую науку И на голодном пайке держим нашу науку И вот хорошо говорили о том, что наука не должна думать о деньгах Но, извините, о них не думаешь тогда, когда они есть Но проблема решается как Делается определенная программа, которая должна получить полноценное финансирование Собирается, ну, как делался атомный проект Как космический проект делался Это же все должно быть единое руководство Значит, у нас что получается У нас вся наука распределена по ведомствам Каждое ведомство, значит, кормит свою курочку маленькую А та несет малюсенькие яички Вот эти А в советское время была совершенно четкая и понятная структура Был госкомитет по науке и технике Это структура, которая объединяла межведомственная структура Ей подчинялись министерства и ведомства советские По вопросам науки И вице-президентом, иногда первым вице-президентом Был председатель госкомитета И без него ничего согласовать в науке нельзя было Вторая вещь Это российская академия наук, которая была высшим экспертным органом Иногда государство могло не понимать, куда двигать науку Но вот эта независимость академии наук и независимость ее институтов Она позволяла оценить, прогнозировать То, что сегодня модным словом форсайт называется Были институты, которые были относительно независимые И которые представляли свой прогноз развития И его учитывали А сегодня, ну почему советская власть еще развалилась Потому что к концу советской власти было так Мы принимаем решение, вы его обоснуйте Вот так науку использовали Сейчас пытаются науку точно так же использовать Это неправильно категорически Наука это самостоятельная отрасль человеческой деятельности Независимая отрасль И главное у руководителя Экспертное мнение учесть Ты можешь с ним не соглашаться, спорить Но учесть ты его обязан А у нас, когда появляется национальный проект Вот появились национальные проекты по 18-го года По указу президента Но кроме смеха, у меня как у эксперта Вот эти проекты, по крайней мере, по здравоохранению Смех сквозь клёзы, как говорится Не вызывают Просто непонятно Да и демографический проект Непонятно, кто вообще закладывал туда эти цифры Они по линейке все выстроены И их подписал сам президент Ну подождите Ну вообще-то, хоть как-то это анализировалось А что сейчас делается с наукометрией В одном случае, мы говорим, мы достигли показателей Которые в нацпроекте установлены В другом случае, мы говорим, что у нас наука неэффективная Потому что мы берем в App of Science и говорим, что там 1,94 А 2,42 мы не достигли Значит, наука плохая Она деньги плохо использует Подождите, а сколько денег? А вы посчитали, сколько на публикацию и на разработку Вы потратили денег в сравнении с другими странами? И получается, что мы в 20 раз меньше тратим денег Или в 15 раз Вот чиновникам это непонятно Мы неэффективно работаем А эффективность посчитать не могут Я вспомнил как-то интервью с Дмитрием Олеговичем Рогозиным Который говорил, что финансирование НАСА Ровно в 10 раз превышает финансирование Роскосмоса Я вам приведу один пример по медицине Просто Национальный институт здоровья Там 28 институтов Получает в год, знаете сколько? 40 миллиардов США, да, естественно 40 миллиардов долларов Это столько получает вся наша наука Вся в целом страны Не медицинская А там одна медицинская наука 40 миллиардов получает Ну вот, о чем мы говорим Михаил Юрьевич, вот мы уже начали говорить о зарплатах Что называется, о наболевшем И много раз обещали исправить это положение Подписывали соответствующие указы Но все мы помним престиж научного работника в советское время А уж тем более академик Это были, извините, абсолютно материально обеспеченные люди Я не знаю, за них было престижно выходить замуж Ну и все прочее С ними можно было прогнозировать какое-то будущее А вот что сейчас с социальным статусом научного работника И меняется ли ситуация к лучшему в последнее время? Ведь некоторые категории госслужащих Там, не знаю, сотрудники полиции И даже военные Они, ну как-то их статус повысился А вот что с учеными? Ну, если говорить именно про последнее время Нет Началось скорее даже Сползание назад Некоторое Опять, ну не секрет Что, опять же, дополнительное вложение денег Предположим, в фонд оплаты труда Происходило В 17-18 годах Росли соответствующие уровни финансирования Для обеспечения, опять же, указа президента 12-го года О котором вы упоминали И, собственно говоря, ну после этого Наступила определенная стагнация Ну и на самом деле Она не могла не наступить Потому что здесь нужно какие-то другие было уже решения принимать Мы много раз указывали Что цифры, поставленные в 12-м году Нуждаются в корректировке, пересмотре В подходе ином Ну, самое известное из претензий научного сообщества Это, конечно, пресловутое деление научных сотрудников И ненаучных сотрудников Даже среди категории научных работников Ну, это вызывало и вызывает Ну вот, смех сквозь слезы Администраторы не считаются, кстати, научными работниками Да, поэтому за поделы все совместительны Часть персонала не является научными работниками Часть научных работников не является научными сотрудниками Поверьте, это займет гораздо больше Чем длится вся эта передача Рассказ всего этого Но это сам один из наиболее очевидных моментов Другим очевиднейшим моментом стало Ну, неверное позиционирование Привязывание к среднему уровню оплаты труда В субъекте федерации Да Причем, опять-таки, это объяснялось тем Что таков уровень экономического развития Ну, как минимум надо было привязывать К каким-то показателям Жизнеобеспечения То есть стоимости К ценам Как минимум Но не к тому, насколько успешно развита промышленность В том или ином регионе Ну, не виновата специальная астрофизическая обсерватория Находящаяся в Карачаево-Черкесии Что Карачаево-Черкесия не очень развитый регион Экономически А вот, кстати, интересно Кто может сказать Хотя бы примерное Может, не очень корректный вопрос А у младшего научного сотрудника Какая сейчас в среднем зарплата? Ну, хотя бы очень приблизительная Так это вопрос-то как раз сложный В связи с тем, что она по регионам Во-первых, очень разная А во-вторых Это лукавая цифра Мы более или менее четко себе представляем Сколько представляет Средняя зарплата младшего научного сотрудника Занятого на полную ставку Да, вот это и будет Да, и это тоже В реальности Если реально На сколько человек может рассчитывать по деньгам Очень сильно зависит И от организации От ее возможности привлечения средств И от региона, в котором находится И, к сожалению, очень мало зависит От результативности научной деятельности Как таковой И дело в том, что там 200% же заложено Должно быть 200% от региона Это же безобразие Потому что в регионы должны поехать люди А мы высасываем в Москву, в Питер В Новосибирск Людей из там, где есть более низкая зарплата Это же совершенно несправедливо Это противоречит государственной политике Как таковой А кроме того, я еще хотел сказать Что контракт, который подписывает молодой ученый И даже Ну вот я, допустим, заведующим отделом Контракт со мной подписывает О зарплате 30 тысяч рублей в месяц И поэтому Реальная зарплата существенно выше Раза там в 3-4 Но Каждый человек Знает, что государство Ему гарантирует 30 тысяч рублей А молодому, наверное, 15 И поэтому все Чуть-чуть побольше Младших научных сотрудников Но это все равно Это просто ужасно Это абсурд Вот этого нет ни в одной стране мира Нет То есть указ в этом смысле не выполняется президента Чтобы было понятно Он не выполняется Даже, я говорю, даже его выполнение ведет к серьезным перекосам в системе оплаты труда Какая она бы должна была быть Да там же какая ситуация У вас фонд оплаты труда остается один и тот же А вам говорят, повышайте зарплату То есть что, вы гоняете сотрудников Да, фактически Ну, опять же, не секрет И опять же, вот московский регион Который достаточно хорошо был обеспечен Благодаря, опять-таки, из-за того, что надо было добиваться достижения показателей Так это привело к тому, что во многих московских организациях Фонд оплаты труда занимает там 90-95% от общего финансирования Это тоже абсолютно ненормальная ситуация Ну, не может в такой ситуации развиваться наука Ясно Ну, прошу прощения, я еще хотел сказать уж совсем Что в этом году проводилась определенная работа по разработке новой системы оплаты труда Сейчас не буду останавливаться Это пилотный проект, он должен был быть запущен в нескольких регионах Но, к сожалению, работа пока затормозилась И абсолютно непонятно, как она будет дальше А там тоже в ходе работы уже было ясно, что без дополнительных, соответственно, ассигнований Без вложения средств будет невозможно Это мы ориентировались на минимальный размер оплаты труда Каким он был на начало 2022 года Он драматически изменился Да, да И если сравнить с той же самой зарплатой где-нибудь в США или в Германии Не будем сравнивать, это грустная тема Роберт Скандалович Ну, вот даже мы, что называется, простые обыватели, далекие от науки И то мы видели, что Академия наук сотрясается в последнее время разного рода скандалами Вот наблюдали за выборами президента Академии наук Там Александр Сергеевич, помните, Сергеев снял свою кандидатуру И говорил, что сделал это под беспрецедентным административным давлением и прочее А вот какая сейчас там обстановка? Вообще обстановка рабочая или наоборот она продолжает раздираться вот этими распрями? Да нет, распря-то у нас в Академии наук особо никаких нету Это же не распря были Это просто вмешательство власти в наши дела Есть определенные правила Вот меня вообще не допустили до выборов На каком основании, в общем, даже не объяснили Могли бы позвать, например, и сказать нас всех Давайте, товарищи, вы их лучше снимите А мы вот хотим вот сейчас, допустим, вот нынешнего Геннадия Акадьевича Ну мы бы согласились с этим делом Ведь с нами же еще и как следует люди и говорят Говорить-то не хотят, разучились говорить Но это, вот знаете, как говорится Важная, но не самая главная проблема Вот если бы мне сейчас была возможность прийти к президенту и сказать Что тебе, вот одно скажи, что самое главное ты сделал бы В первую очередь нужно срочно поднять зарплату аспиранту Аспирант должен получать минимум 40-50 тысяч, средняя зарплата И у нас же упало количество защищенных диссертаций в 10 раз В 10 раз, а наука это диссертация, наука двумя крылами Младший научный сотрудник аспирант и руководитель профессор Вот, ну ладно, профессора мы как-то приспособились Но молодежь-то нужно поддерживать, иначе же она не может работать Они все вынуждены аспирантуре заниматься, зарабатывать деньги, чтобы содержать себя Это же взрослые люди Вот это самое убийственное, что сейчас убивает нашу науку Тормозит ее науку, это самое главное И, конечно, я согласен со всеми остальными И с престижем профессора, академика Но что такое зарплата академика, которую мы сейчас получаем Секретарши в не самых крупных фирмах получают зарплату больше, чем мы Поэтому, ну это ладно, мы уж приспособились, но уж аспирантов, студентов нужно обязательно поддерживать К сожалению, вот такие вот социальные проблемы заменяются показухами Вот Сириус соберем, Школьников соберем Вот они будут науку делать Да не будут они науку Все эти Сириусы нужны только для того, чтобы популяризировать науку И потом их привлечь, эту молодежь, чтобы она шла в университеты и занималась Только для этого А наука делается МНСами, аспирантами и профессорами Вот это нужно главное понять Но, к сожалению, во власти сидят люди, которые абсолютно далеко от понимания реальных проблем К сожалению И поэтому у нас власть становится невежественной Она невежественной становится, это неизбежное скатывание ее к этому делу Ирина Анатольевна, ну а как, на ваш взгляд, соотносятся старые и новые вот эти организационные структуры Ну, в частности, о которых шла речь на Конгрессе молодых ученых Вот я к чему, в каком контексте вопрос Раньше, в советское время, наука из себя представляла некий такой цельный комплекс Перед которым были цельные такие задачи и проблемы И она была интегрирована в общенародное хозяйство Вот сейчас даже замечательные какие-то научные учреждения Они, мне кажется, действуют сами по себе Нет единых целей, единых задач Может быть, этот опыт следует сейчас нам перенять? Да, Дмитрий, к сожалению, вы совершенно правы Я думаю, наши уважаемые участники, безусловно, поддержат И могут намного подробнее рассказать, какова ситуация сейчас в нашей науке, в Академии наук Но можно совершенно точно сказать, что репутация, имидж нашей отечественной науки Просто нивелирована полностью Та чудовищная реформа, которая прошла в десятых годах Она отняла очень многие функции Которые исторически принадлежали Российской Академии наук Очень многие И сейчас мы, конечно, говорим о том, что функции научные Размазаны между разными министерствами и ведомствами И когда речь заходит о каких-то сложных решениях У каждого из этих ведомств, у каждого из этих участников Свои интересы, свои цели Они преследуют свои какие-то КПД И решение общего, общего движения не получается К сожалению, не получается Разумеется, я бы, наверное, классифицировала два основных направления Которые нужно срочно исправлять Это все убирающиеся в финансы То есть умеется, что Как могут работать ученые Получая вот такую вот нищенскую зарплату И наши ученые, к сожалению, даже идут на преступления Против государства Для того, чтобы выживать Иногда такое бывает, к сожалению, да Это кардинально решает Понятно, что лаборатории, компоненты Оборудование, приборостроение Это все убирается в деньги И вторая часть Это, собственно, возврат Российской Академии Наук Тех функций, которые она должна, обязана исправлять Она должна быть частью государства Но она не должна быть внутри политики Она не должна быть жертвой Наукой нельзя допускать манипулирования В интересах каких-то очередных игроков Которые там меняются с течением времени Это должно быть независимое, объективное сообщество Профессиональное по всем ключевым отраслям И наших ученых нужно восстанавливать В консорциумах, в ученых советах В экспертных комиссиях И привлекать их к решению глобальных Важнейших государственных задач То есть это те шаги, которые мы обязаны предпринять В ближайшем времени Борис Сергеевич, сначала к вам тот же вопрос А потом будет еще отдельный А вы как считаете, стоит ли вернуться К некой цельной системе в науке Чтобы наука работала Даже все отрасли разные Как единый организм Как это было в советское время? Ну вообще, я все-таки должен сказать Что приближается столетие Советского Союза И конечно, советская наука Это отдельное явление мирового масштаба И мы должны отдать должное Вот тем формам и тем решениям Которые в советское время были приняты Что касается цельного Вы понимаете, что Вот даже некоторые ученые сейчас Начинают говорить, что нам задачи Должно ставить государство Это абсурд Понимаете, фундаментальная наука Никогда не может получать задачи От людей, которые Находятся сзади, так скажем, этого процесса И не понимают, что надо делать Поэтому всегда имели институты самостоятельности И занимались по собственному плану Вот наши математики Вы понимаете, никогда им никто не говорил Чем заниматься Но, когда возникает прикладная задача То они приглашались Перед ними эта задача ставилась И они сами инициативным образом Как с тем же атомным проектом Они сами же писали Сталину о том Что надо обратить внимание на то-то Поэтому здесь надо разделять Прикладную науку И безусловно Здесь должно быть координирующее Такое управление государством И в то же время Надо обеспечить свободу научного творчества Иначе у нас будет очень плохо И вот какой вопрос Сейчас, естественно, связи с западным научным сообществом Ограничиваются Не по нашей вине И даже не по вине западных ученых По вине чиновников как раз Вот насколько для нас это фатально Что мы оказываемся изолированным От западной части науки И с другой стороны Почему сейчас мы увидим Совершенно недостаточно уделяется внимание Что называется Востоку Ведь мы видим В Китае, понятно Даже в Индии сейчас наука рванула резко вперед В Бразилии даже Почему мы не взаимодействуем с этим сегментом? Понимаете, мы взаимодействуем Но они стараются привлечь наши научные кадры Но вы знаете Я бы по собственному опыту Сказал, что у нас очень большой потенциал Взаимодействия со всей мировой наукой Для этого надо объяснять Во-первых, власть Объяснять наши действия Апеллируя к таким базовым вещам Что мы действительно боремся с нацизмом Но это должно быть понятно Всему мировому сообществу Западу сейчас не втолкуешь Я был летом Делегат Всемирной Ассамблеи Генеральной Международного математического союза Там заправляют американцы Реально Они выступили и хотели Обвинить нашу страну В связи с военными этими событиями Я выступил и сказал Что надо отделять науку Во-первых, от политики А это, собственно, записано Во всех уставах Что мы не политическая организация Да, не политическая А во-вторых, если вы хотите обсуждать События Так давайте вспомним Что НАТО сделало Что там было Что там было И вы знаете Вот можете посмотреть Резолюцию Ассамблеи Там ни слова про Россию нет И ко мне подходили Люди из стран Которые, казалось бы Не близки нам особенно Из Южной Кореи Из других разных стран И очень большое Так скажем НАТО И вот Запад Он нас уже достал Многие страны И здесь Надо просто Вот действительно Сосредоточиться на научных проблемах И пропагандировать эту линию Дело в том, что Есть понятие Такой научной дипломатии Которой говорит Сергеевич Это мягкая сила Это очень серьезная вещь Вот мы ее не используем Это не используется Ни МИДом Ни Академией Пока не используется К огромному сожалению Ни Миннауки На это не выделяется Ни денег Ни структуры не образуются Это все должно быть Институционализировано То есть структура должна Я тоже хотел бы поддержать Я как раз у вас хотел спросить Михаил Юрьевич Ну что называется Структурировано Во-первых Почему мы это не используем Раз Второе Насколько фатален Наш отрыв от Запада И третье Естественно Чем мы можем это заместить Ведь мы видим Что сейчас Большое количество стран Стало резко развиваться Абсолютно не западных Я бы даже сказал Что центр жизни Перемещается на восток Ну тут В общем-то Ответ Наверное Касается того Что я бы как раз Возражал против Какой-то там Смены Парадигмы Переориентации Или что-то такого На самом деле Я больше склоняюсь К мнению о том Что просто Надо нормально поддерживать В конечном счете Ведь ситуация какая Вот опять Свобода Научного творчества Это в том числе И свобода Научного общения Ученые сами выберут С кем им интереснее Общаться и нужно Но надо минимально Поддержать Это общение Да В том числе Я прекрасно понимаю Что тем самым Мы преодолеваем В свою очередь Политические Давления Интриги Там не знаю Соответственно Опять вмешательство Прямое иногда В научную деятельность Со стороны опять Того же чиновничества Со стороны тех же самых Политиков Так давайте противопоставим Этому Наоборот Поддержку Свободы Научного общения Свободы Я вам пример приведу Дмитрий Я секундочку Приведу пример Как вот допустим Наши медики Встраивались В советское время Тогда тоже тяжелое Было время Для общения Вы же знаете Но там Допустим Минздрав Был специальный Департамент Со специальными Деньгами Который Направлял На конгрессы На всякие Конференции Наших ученых Тогда мы не могли Выехать за свои деньги Вы же сами понимаете И без разрешений Но это была Целенаправленная Политика За счет этого Мы инфильтрировали Многие профессиональные Сообщества Сейчас происходит Обратный процесс Политики думают Что если они ушли Допустим Из Черноморской Ассоциации То надо уходить Из профессиональных Ассоциаций Ну бред Потому что наоборот Надо все больше Инфильтрировать Эти ассоциации Чтобы проводить Нашу точку зрения Хотя кстати говорят Что многие ученые Критически мыслят И многие ученые На западе Абсолютно недовольны Действиями политиков Не хотят разорвать Отношения с Россией И больше того Я хочу сказать Что профсоюз Академии наук Активно работает Всемирная организация Научных работников Которая создавалась Жалия Кюри Еще в 40-е годы И это пример того Но каждый раз Получить какую-то поддержку Даже на поездку Последние 30 лет Невозможно 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 И фактически Даже вот Имея Официальный статус Являясь официальным Членом Всемирной федерации Научных работников Долгое время взаимодействия Если опять-таки Когда Российская академия наук Была В силе Она Поддерживала Эту деятельность После того Как у российской академии наук Соответственно Функционал отняли Решать эти вопросы Все сложнее и сложнее Сергей Иванович Но с чего начались реформы Так называемые реформы В России С того что Гайдар и команда Сказали Нам Ничего не нужно Мы все купим За нефть и доллары Убили наше производство Соответственно Стала Невостребованной Наука А может быть Наука и не нужна Вот есть же страны Некоторые В которых нет Никакой науки Фундаментальной Ничего похожего на Россию На США Вроде они материально Так более-менее живут Таких стран практически Не осталось Европейские страны Тратят сейчас На науку Порядка 3,5% Волового внутреннего продукта Мы Замечу 1% всего Тратим Ниже 2% Я не знаю Стран Которые тратят На науку Она разная Может быть Она может быть Фундаментальная Может быть Прекрадная Конечно Фундаментальную науку В широком Таком Я бы сказал В глобальном масштабе Могут себе позволить Несколько всего стран Десяток стран Все остальные Сосредоточены На определенных Секторах науки Таких стран Все-таки становится Больше И в мире Есть тенденция К увеличению Затрат на науку Таких стран Больше Я думаю Что не сильно Становится Просто больше Стран Начали заниматься Исследованиями Которые К человеку Близки Потому что Мы сегодня В шестой Технологический Уклад Уходим А там Человеческие Человеческое Измерение Там Индекс человеческого Капитала Должен наращиваться И они уходят Вот в эту Отрасть А позволить себе Ядерные исследования Физич Физику Математику Классную Они себе Этого позволить Не могут А вот Человеческое Измерение Да У них растет Вот это Человеческое Измерение А широкими Палитрой Могут работать Всего несколько стран Мы Одна из этих стран До сих пор Вот И до сих пор Несмотря на Салтыковские И Не буду говорить Про действующих Сегодня живущих Руководителей Реформы Которые говорили О том Что у нас Слишком много Ученых У нас Слишком много На них тратится У нас Слишком много Науки Как таковой Российской науки Нет Есть только Наука мировая Я кстати Прекрасно Это помню Слишком много Ученых Слишком много Инженеров Слишком много Военных Слишком много врачей, учителей. У нас всего слишком много того, что относится к человеческому капиталу. Я вас хочу теперь познакомить с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. И вот такой вопрос поставили. Зависит ли благосостояние граждан от уровня развития национальной науки? Нет, не зависит, так считает, 1%. Зависит иногда 1%. Затруднились ответить 1%. Зависит всегда 97%. Роберт Скандалович, а как бы вы могли прокомментировать эти результаты? В общем, совершенно очевидные для нашей страны результаты. И почему в России благосостояние реально будет зависеть от науки всегда? Во-первых, вот эти цифры показывают, что несмотря на то, что роль сейчас науки в области технологии, в области формирования нашей социально-экономической политики и так далее, конечно, резко упала. Тем не менее, общество, оно все еще по инерции понимает, что от науки многое зависит. Конечно, эта связь, она с неким запаздыванием по времени, если Борис Сергеевич, например, докажет какую-то теорему, в конце концов, если она очень важная, она, конечно, скажется на уровне жизни народа. Постепенно все это сказывается. И, кроме того, занятие науки ведь еще имеет еще одно. Это повышает культуру общества. Культуру общества, понимание процессов. У нас, к сожалению, вот эта культура общества в результате всего упала. Хотя, к счастью, вот эти цифры говорят о том, что наука, и, кстати, и Российская Академия Наук, она является одной из структур, которой пользуется наибольшим доверием обществу. Это точно, кстати. Пока что это так. Пока что это так. Слава Богу, что это так. Поэтому я, в общем, в какой-то степени оптимист. Хотя времени на того, чтобы нам навести порядок в своей стране, и чтобы он был менее болезнен, и все меньше и меньше. У нас идет война, военные действия. Но по отношению к науке, по отношению к образованию, по отношению к здравоохранению, вот ко всем этим делам сферы, по-прежнему средства как к услугам. Отношение как к услугам каким-то. И это, конечно, будет нас тормозить и будет опускать. Кстати, насколько я помню, вот этот опрос, там, по-моему, как раз армия и наука, они у нас на первом месте по доверию со стороны общества. Это очень показательно и очень хорошо. И антидоверие тоже. Мы на минимуме находимся. Антидоверие по отношению к науке, в общем, уровне населения, по отношению ко всему населению. Что называется, народ не обманет. Единственное дело, среди чиновничества абсолютно никакого доверия к науке нет. Они считают, чиновники считают, что они лучше будут управлять, чем мы ученые своими институтами. Вы советуете просто не всегда то, что они хотят слышать. Борис Сергеевич, вот сейчас все, не только мы коммунисты, но все заговорили, власти заговорили о технологическом суверенитете, о научном суверенитете. И вот тут Владимир Владимирович Путин в очередной раз сказал, что Россия может совершить рывок в науке и стать в этом смысле суверенной. На ваш взгляд, какие здесь перспективы? Можем ли мы действительно обеспечить сами научный и технологический суверенитет? Ну или хотя бы повысить степень его? Вы знаете, я крайне критически оцениваю нашу власть в целом. И я не верю, что вот эта команда, которая сейчас управляет страной, даже при таких тяжелейших условиях, в которых мы оказались, способна принять необходимое серьезное решение. Поэтому здесь очень много зависит от общественного мнения, которое и, к сожалению, недостаток крупных политических таких инициатив для поддержки российской науки. А, Михаил Иванович, ну а вы, чтобы могли добавить на эту тему, реально ли все-таки нам выйти сейчас из-под технологической зависимости, обеспечить научный суверенитет? Ну или хотя бы продвинуться серьезно в этом направлении? Нет, ну потенциал-то есть. Есть прежде всего и кадровый потенциал, и потенциал накопленных знаний, базы данных. Безусловно, русский язык – это язык науки, это язык высшего образования, качественного высшего образования. И такой потенциал уже есть. Он создает основы для национального суверенитета, безусловно. Нам не надо создавать национальный суверенитет с нуля. Его можно поддерживать. Но для этого надо всерьез повернуться к науке, решить старые те проблемы, которые поставлены, четко себе представлять, что это дело требует вложения ресурсов. Это не решается лозунгами и, соответственно, постановкой задач только. Она решается конкретными делами, конкретными вложениями. И все это будет зависеть от конкретных людей, от тех людей, которые работают в науке. К ним надо повернуться лицом и прислушиваться к их интересам. Сергей Иванович, ну а вот что вы думаете о словах президента о возможном резком рывке в науке? Ну, если не будет института этого рывка, а его нет пока, этого института рывка, не будет лидеров, которые это обеспечивают, и не будет финансирования, то никакого технологического рывка не будет. Это останется, опять же, лозунгом. Вот этого я больше всего боюсь. Насчет научного суверенитета я как раз считаю, что это такой неправильный термин, потому что научного суверенитета не бывает как такового. Потому что, особенно в эпоху интернета и обмена данными. Я знаю, что вспомнил. А вот технологически, да. Да, прости господи. Сколково, Роснано, почему-то вот с этим, к сожалению, сейчас отчасти ассоциируется наша наука. Ну, Сколково, Роснано, это самые тяжелые, самые неблагоприятные, самые черные страницы вообще нашей научных продвижений. Потому что эти корпорации, ну, фактически Сколково корпорация, созданы были для того, чтобы двигать науку. Из расходов почти триллион рублей. Триллион рублей. Ребят, это фантастические деньги. Они еще долги, ну, я про Сколково не говорю, я говорю про Роснано. Оставили еще долги. 160 миллиардов рублей долгов. Сейчас государство покрывает за Роснано. И они, подождите, а почему она существовала в течение 12 лет? Почему она бесконтрольно сжирала деньги? Вот это вопрос президенту нашему. Кто бенефициар? Кто получил? Вы знаете, такой вопрос, по-моему, не вы должны задавать. Не я, а соответствующие уполномоченные органы. Ну, там же пытались посадить несколько людей, а главного не посадили. Роберт Скандарович, напоследок, что называется, что бы вы пожелали своим коллегам-ученым в наше непростое время? Ну, в наше непростое время не терять чувство веры в будущее. Несмотря на то, что положение очень тяжелое, оно будет ухудшаться. Оно будет ухудшаться, я подчеркиваю, и уровень жизни у нас будет ухудшаться. Поддержка науки будет сокращаться. Нам нужно сохранить веру в нашу науку и в наше отечество. Ирина Анатольевна, ну, вообще-то Россия, Советский Союз уже в 20 веке действительно продемонстрировали потрясающий рывок, и в том числе в области науки. Вот что сейчас на данном этапе предлагают коммунисты? В первую очередь, согласно нашей программе, расходы на науку в бюджете не должны составлять меньше 4%. Ни в коем случае. То есть мы опять начинаем с главного. Следующим пунктом у нас идет работа с кадрами. Не просто их подготовка по всем направлениям, но и предоставление им нормальных условий для работы. И лаборатории, научная деятельность и, соответственно, достойный уровень жизни, и в том числе жилье. Чтобы не было этого оттока, колоссального оттока, когда у нас практически... Я даже не могу в процентном соотношении измерить, сколько людей у нас уехало в другие страны, потому что там предоставляют нормальные условия для работы. Дальше, конечно, важно препятствие промышленному шпионажу и выводу интеллектуальной собственности за пределы Российской Федерации. Это очень серьезная проблема, и вы знаете прекрасно, очень многие страны на этом специализируются. То есть нам нужно это дело прекращать, потому что как только какое-то государство, какая-то страна, предприятие патентует наше изобретение, мы теряем на это право. Этого нельзя. И, безусловно, нужно в десятки раз увеличить расходы на научные исследования, на опытно-конструкторские работы. То есть это все то же самое. Мы начинаем с бюджета. Но, к сожалению, наш бюджет, по поводу которого каждый год у нас происходят большие баталии, эти цели не учитывают. То есть, что бы ни говорили представители наших органов власти, цифры в бюджете говорят о том, что сейчас у нас это не в приоритете, к сожалению. На чем можно завершить программу? Может быть, не сочтите меня пессимистом, но без науки, без науки у современного, особенно большого государства, который вынужден защищать свой суверенитет, без науки просто нет будущего. А с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok